Музыка Здравствуйте! Алматинские истории продолжаются. Я нахожусь на пересечении улиц Абая и Тулебаева. В 50-е годы это была окраина города. Именно здесь, на окраине города, в 51-м году построил свой дом наш выдающийся классик Мухтара Уэзов. Я попросил рассказать об этом доме его старшего внука Эльдара Кунаева. Именно в этом доме прошло его детство. Пересечение улицы Тулебаева с проспектом Абая. Сегодня сложно поверить в то, что еще не так уж и давно, в начале прошлого столетия, здесь была окраина города. И сегодняшний проспект когда-то был просто улицей с ностальгическим названием «Арычная». Алматинцы, чье детство и юность пришлись на 50-е и 60-е годы, вспоминают о том, как детворы купались в головном арыке и даже ходили сюда с ведрами за чистой водой. В то время арык был широким и полноводным, служил южной границей города, а за ней, опять-таки сложно поверить в это, были поля, где местные жители пасли свой скот. И лишь в 1960 году улицу Арычную переименовали в проспект Абая в честь Абая Кунанбаева, поэта и просветителя. Эльдар, вот мы сейчас находимся на Тулебаево, уже не первый раз наша программа приходит на эту улицу. Я уверен, что мы еще много раз будем на этой улице снимать следующие передачи. Конечно. Говоря об этом доме, я еще был маленький больше полувека назад, когда-то, когда сюда подходил, мне казалось, что это какой-то маленький сказочный домик. Тогда я не обращал внимания, не знал, наверное, кто это здесь жил. Но со временем я понял, что это, наверное, один из самых красивейших домов, который был построен вот на этой улице, на Тулебаево, бывшая Абая. Да, бывшая Абая. Когда здесь ты родился, скажем так, это была крайна города. По сути дела, да, улица Абая, потом была Арычная, и там уже, по сути дела, не было никаких строений. То есть Мухтар Амарханович построил это здание в 1951 году, архитектор Герасимов, причем он сам смотрел чертежи и вносил свои коррективы, потому что ему хотелось удобно и работать, и отдыхать. То есть как устроен будет кабинет, как будет устроен зал, где он будет принимать гостей, как будет устроен второй этаж, там, где вот у них будет спальня, комната мамы, комната сына Эрнара. И также на первом этаже была комната его сестры Умии, Умыш, как мы ее называли, и гостиная, где они смотрели, тогда уже и телевизор тогда был, темп 3, я помню, прекрасно. Но, в общем-то, этот дом, он для меня родной. Почему? Потому что именно после того, как я появился на свет, после родов, меня родители привезли сюда. И именно здесь, ну, я, в общем-то, первый, не просто первые шаги моей жизни проходили здесь, а здесь я действительно научился и ходить, и говорить. И, в общем, здесь я получил вот именно вот то первое, по сути дела, такое человеческое добро, тепло, именно вот от своих родителей. И я вот на всю жизнь, у меня осталась память, это вот, конечно, образ Мухтара Мархановича, который был настолько счастлив и радостен, что у него появился внук. Давайте все-таки пройдемте в дом, да, действительно увидим. Этот дом, он действительно родной. Сегодня это литературно-мемориальный дом-музей имени Мухтара Ауэзова. Основан он в 1963 году. В этом доме великий поэт и писатель прожил свои последние 10 лет. Именно здесь была завершена его знаменитая эпопея «Путь Абая». Сегодня мы с вами услышим эксклюзивные и неизвестные ранние факты из жизни Мухтара Ауэзова. Эльдар Кунаев, внук Мухтара Амархановича Ауэзова, племянник Димаша Ахметовича Кунаева. Он вырос в этом доме. Самые теплые и самые добрые воспоминания связаны именно с этим домом. С тем временем, когда деревья казались большими, а каждое мгновение детство волшебным. Симпатичная, вот такая маленькая была карликовая акация. Я не знаю, кто подарил Мухтару Амархановичу, но он ее посадил, и она больше не росла. Она буквально вот такого роста была. И я всегда под эдукацией, у меня там были маленькие свои там, ну, какие-то коробочки, тайники. А сверху, когда шел дождь, я клеенкой закрывал и сидел там как в маленьком доме. Ну, в общем, здесь, я же говорю, здесь так много было связано с жизнью именно в этом доме. Кто был вашими соседями здесь? Соседи были такая семья Динякиных. И, кстати, вот этот участок, который им тоже принадлежал, и Мухтар Амарханович в 50-м году купил именно этот участок у них. И именно здесь вот уже стал проектироваться этот дом. А семья Динякиных довольно большая была, и у них большой сад был. Ну, вот участок был такой вытянутый, и вот все деревья были вдоль на этого забора. И вот часто эта райка знаменитая, она свешивалась, и черешня даже. Вот когда черешни живут, сейчас нет, и черешня еще тоже. И вот мы просто не надо было никуда ходить, срывать рядом. Это такие вот детские воспоминания. Ну, они, причем они так плодоносили, что они свободно перевешивались через заборы, и очень такой приятный был свой колорит. Само здание поражает своим величием и живописностью. Ступенчатый фасад, декоративное оформление, легкая веранда с изящными колоннами и резными деталями, ухоженный сад, где до сих пор плодоносят ореховые деревья, посаженный самим Ухтаром Ауэзовым. Здесь вы и сегодня можете увидеть настоящий Алма-Атинский опор. Как только вы входите во двор, вас встречает прекрасное монументальное декоративное панно Евгения Сидоркина. Рассматривать его можно бесконечно. Аллегоричное, сказочное и одновременно реальное. Видимо, так было все и задумано. Так, чтобы с первых мгновений пребывания в этом месте можно было погрузиться в мир прекрасного искусства, слова и живописи. Гармонии и глубокой философии жизни. Ильдар, а вот этот вход, им тоже пользовались? Да, да. Нет, этот вход, он пользовался, это был рабочий вход. Почему? Потому что здесь была кухня. И мы когда заходили, когда надо было во двор выйти, сначала попадали вот на кухню, это вот это вся территория, сейчас помещение, которое, это была кухня здесь. И поэтому здесь все готовилось, и поэтому это естественно, что какие-то продукты, отсюда не из центрального входа, а отсюда. То есть это все было продумано, вот Мухтаром Ашхановичем, что... Вот здесь эта комната была кухней у Мухтаром Ашхановичем. Мне она запомнилась, можно сказать, на всю жизнь, потому что я здесь получил первую травму, когда маленький бегал. Вот здесь стоял кухонный стол. Я поднялся на цыпочки, хотел заглянуть, что там находится на столе. И споткнулся, и в это время прямо губой об этот край металлический. И вот у меня до сих пор шрам. Мы открываем кабинет. Кабинет Мухтаром Ханте Ауэзов. Кабинет он тоже, в общем-то, хотел, чтобы он был не просто каким-то огромным помещением, а вот еще и была у него такая небольшая комната, где бы он мог принимать людей, которые к нему приходят, или своих соратников. И вот из ротанговой мебели был заказан специальный такой легкий гарнитур. И здесь он часто и фотографировался, часто и людей принимал. А вот в детстве я всегда помню, что, ну, во-первых, очень жестко мне было всегда сказано, когда Мухтар Арханович работает, находится здесь, за столом, пишет, работает. Заходить сюда было запрещено. Часто бывало, он наговаривал свои произведения. Вот здесь машинистка сидела и печатала. Печатала все то, что он наговаривает, быстро, потому что, ну, даже это... Ну, мысль, может, быстрее, так сказать, работала, чем рука. Он поэтому чаще наговаривал. Здесь, конечно, одна историческая вещь есть, которую он из Индии привез. Это вот здесь заклинатель змей. У этой змеи нет головы. Видите, там была огромная кобра. Естественно, кто ее поломал? Это я. С архитектором Герасием он сам именно вот создавал именно свой дом. И поэтому с 51 по 61 год, вот это вот 10 лет жизни в этом доме, 51 год у него был хороший год, 52 год был немножко тяжелее, потому что началась опять критика в адресе его произведения. Вот в конце 52-го года он вынужден был уехать. Я помню, как мама рассказывала. Она жила в Москве тогда в аспирантуре, в МГУ. И она снимала квартиру, раз уже аспиранткой стала. И вот вечером вдруг звонок, она открывает дверь, стоит Мухтар Барханович. И она понимала, что что-то серьезное, серьезное. Ну вот его вынудили уехать тогда в 52-м году из Казахстана, потому что его близкие люди предупредили, что вполне возможно, что готовится арест. В общем-то были опять такие вот эти депрессивные моменты в жизни. И он, никому не говоря, в общем, он уехал. До сих пор по-разному рассказываешь, там через Бишкек уехал. В общем, он уехал. Уехал в Москву. Но там он получил полную поддержку Союза писателей. Тогда Александр Фадеев оставлял Союз писателей Советского Союза. И там он устроился и стал работать в МГУ, в Родите Востоковине. Он два года преподавал в МГУ. Жил в Москве. Ну а в 54-м году, когда изменилась ситуация, то есть он вернулся и приехал уже в Алмату. Там такой момент был, конечно, очень... Вот сейчас, когда уже историки находят такие моменты, документы, потому что в 51-м году, вот после всех этих испытаний, которые начались, первые подземно-атомные бомбы, тогда вот Курчатов, ну, Курчатов проводил все эти испытания. И Мухтан Ромарханович однажды ехал в командировку в Москву вместе с Сатпаевым. И они вот на эту тему беседовали, что вот Семипалатский регион, он находится в таком плачевном состоянии, потому что все, что происходит после ядерных взрывов, тем более они были чаще наземные. Это самые тяжелые моменты. Давай, говорит. И они решили вместе пойти к Курчатову и поговорить на эту тему. Они когда были в Москве, поговорили с Курчатовым, но он сказал, я только исследователь, ученый, поэтому просто обращайтесь к товарищу Берия. Но они не пошли к Валентию Павловичу. Он конкурировал эту тему. Да, потому что они понимали, что это бесперспективно. А эта библиотека, это его, действительно, здесь он не просто работал, это его, как вот, весь его мир здесь находился, потому что огромная библиотека, которую он собирал всю жизнь. В библиотеке Мухтара Уэзова более шести тысяч книг. Углядываясь в эти книжные стеллажи, кажется, что тот мир, которым жил и в котором творил, гениальный поэт и писатель, философ и просветитель, этот мир здесь и сейчас. Он рядом, что нет времени, которое разделяет прошлое и настоящее. Все так трепетно и живо, все так близко. Я помню, что вот как-то в детстве, это был уже шестидесятый год, и бабушка мне говорит, Мухтар, а ты тебе хочешь по телефону с тобой поговорить? Я говорю, как? Со мной прибежал, и вот взял трубку этого телефона, и Мухтар Машханович говорит, я решил купить «Волгу», «Победу» продал, у нас была «Победа», решил купить «Волгу», «Газ-21». Какого цвета ты хочешь, чтобы была «Волга»? Я говорю, только черную. Ну, почему-то мне так черных частных руках очень мало было тогда «Волг». А у Мухтар Маххановича было две машины, «Зим» и «Победа», «Победу» он продал, у «Зима» был номер 3090 «ШД», желтый номер, «ШД» мы так переводили, как «шофер домашний», а «Волгу», которую он приобрел, 7339 «ШД», черная, «Волга» с оленем, знаешь, вот такая вот прекрасная «Волга», 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 в общем, две машины было. Ну, он так ко мне относился вообще как к взрослому человеку, он со мной разговаривал, старался разговаривать, в общем-то, так. Никак не ссюкать. Хотя были моменты такие, когда вот он меня действительно, он так хотел, чтобы вот я, у него на руках как бы рос и все. Вот когда родители поженились в 55-м году, и они переселились сюда, вот мамину комнату на втором этаже, потом посмотрим. И вот Мухтармаш Ханчин моим родителям говорил, вот видите, говорит, все здесь есть, такой дом, такой сад, вы вот молодожены, мы с бабушкой, ну, в смысле, с Валентией Николаевной, там, не хватает детского голоса. И он очень хотел внука. Ну, вот, во прошествии 9 месяцев, как раз-таки, а так озарил этот дом, что бывало, со мной не могли справиться, и потом они звонили, мои родители звонили его родителям, и там Пашка, который воспитал 11 детей, моя бабушка, она прибегала, и вот, в общем, что-то со мной делала, там, ну, вот, болит живот, не знает, что делать, она раз, как вот казацкий обычай, там, как-то повернула, что-то сделала, и вот я потом, да, я лежу такой уже, такой блаженный, что все, и вот, а моя бабушка, Валентина Николаевна, очки запотели, она говорит, я не знаю, что с ним делать, мама тоже. Я был очень такой шумный ребенок, хоть и единственное, вообще первый внук, то есть, поэтому ко мне с двух сторон было такое большое внимание, да. Я, к сожалению, на Домбре играть не умею, поэтому... Взять, а? Я прямо подержать хотя бы. Не, ну, пожалуйста, да. Секунду, я... Я... Ну, во-первых, на Домбре его среку... Не, ну, Мухтару Муханчеву часто поселил, и он с Джамбулом сколько общался там, и всегда... Да Джамбул же без Домбре не ходил. О, уже мелодия. Звучачая. Да. Ну, она такая маленькая, вот, в общем-то, ну, аккуратная, в общем-то, Домбра, да, действительно. Это Джамбульская Домбра, плоская. Мне повезло, держала Мусребовскую Домбру, теперь Ауэзовскую. Да. Смотри, фотографировать надо. Конечно же, нужно фотографировать, и я пытаюсь это делать, но атмосфера дома, построенного с такой любовью, каждая деталь, каждый предмет, все, абсолютно все действует на чувство и сознание. Так магнетически, что хочется слушать и слышать каждый шорох и звук в этом доме. Смотреть и разглядывать прошлое, которое сейчас здесь, в настоящем. до фотографии ли? Идеально придумано. И вот эта овальность, вот это. Да. Да. Этот кабинет меня, я же говорю, двери закрывались, Мухтаром Ханч работает, и его беспокоить нельзя было. Вот. Ну, вот гостиная здесь справа, гостиная здесь обычно мы вечерами собирались, и вот тогда был. Телевизор «Темп-3», А это вот, конечно, одна из таких кочевников фигуры знаменитой. Это автор очень известный. Ну, вот теперь мы начинаем уже входить в такую центральную часть дома, его входная группа, потому что здесь центральный вход, здесь костей принимали. Вот. Ну, как маленький дворец выглядит. Ну, в общем, две колонны такие, и потом сохранили вот орнамент своеобразный здесь он тоже был. Ну, первая, как говорится, комната, которая связана была со мной, это вот, конечно, зал. Зал, где принимают гостей, и вот здесь, в зале, за этим большим столом, он был тогда раздвинут, мне он тогда казался очень большим, здесь как раз-таки собиралась вот первая группа таких наших родственников, когда я родился, с маминой стороны, с папиной стороны, вот и сам Мухтар Марханович принимал участие, и вот эта группа была сформирована с тем, чтобы прийти к единому мнению, как меня называть. И вот в этой группе была одна женщина, она была другом Мухтара Мархановича, она была первым переводчиком его произведения, Анна Борисовна Никольская, и она тут же набросала стихи по этому поводу. В этом доме все на ар, у меня отец Аскар, дедушку же зовут Мухтар, даже дядюшка почтеннейший именуется Эрнар. Первое мое желание, сохраните мне звучание, обязательно на ар. И вот когда все уже не знали, как назвать, вдруг мама произнесла, давайте назовем его Эльдар, потому что моего сына Мухтаром называл Димаш Эхмеч. Когда он родился, мы тоже собрали вот такое же собрание родственников, и вот Димаш Эхмеч поднял моего сына, и в ухо ему трижды прокричал, Мухтар, то есть честь Мухтара Мархановича возникла. Вот меня назвали Эльдаром, а моего сына уже в честь Мухтара Мархановича Мухтара. То есть мы пока придерживаемся звучания на ар. Эльдар, вот ваши воспоминания по этому залу, я представляю, помимо родственников, где же собирали еще друзья. Эльдар, вот мы когда снимаем нашу программу, мы часто видим вот такие столы, и часто вокруг этих столов как раз и проходят разговоры. Кто собирался за ним, кто сидел, кто приходил в гости? Не, ну конечно, во-первых, у Мухтар Мархановича было большое количество друзей писателей. Они не только казахстанских. Это вот, ну, прежде всего, ну и вот Габид Мусрепа, Сабид Муканов, Габиден Мустафин, это всегда они здесь бывали. Когда вот свадьба моих родителей была здесь, в этом доме, ну, вот зал, какой бы он ни был большой, все-таки пришлось тогда раздвинуть, и часть гостей находилась на веранде. Это какой год был? Это был, ну, 55-й год, июль, когда мои родители поженились. И вот тогда там адой здесь был, именно Сабид Муканов, именно за этим столом. Вот, ну, помимо этого были же писатели, которые приезжали из других республик, и, во-первых, ну, Леонид Соболев, это вот один из переводчиков Матар Машхановича, он здесь сегодня часто бывал. Вселат Иванов, он даже ездил на Иссыкуль, Матар Машхановича на даче у него бывал. Ну, друзья из соседних республик, Гафур Гулям, Берды Кирбабаев, я имею в виду узбекский писатель, туркменский писатель, вот, помимо этого. Но у него было очень много не только вот писателей, друзей, вот, ученые, Аль-Жапар Абдейшев, Абдельдад Ажибаев, то есть, вот этих вот людей я сам здесь видел. Художник Танцыкпаев подарил эту картину, когда он находился здесь. Танцыкпаев народный художник Узбекистана, казах по происхождению, он был народным художником СССР, был заместителем председателя даже союза художников СССР. В Ташкенте есть прекрасный музей и галерея. И вот в годы войны он здесь находился и вот написал такую картину и Мухтару Мархановичу подарил. Ну, а здесь это вот комната, где жила сестра. Сестра Мухтару Мархановича Умия, Умыш, Апа. И вот часто, когда родители уезжали, я вот, вот она на фотографии здесь в центре, вот слева в палатке сидит. А это меня побрили, у меня такой настоящий казахский вид. В общем-то, хотя, это вот как раз эти вот фотографии сына, это мама моя молодая, Мухтар Марханович, а вот вверху это вот как раз и я, и Эрнар. Просто родители часто бывали, то в командировках, то уезжали, поэтому я вот оставался с ней, и она почему-то вот всю мою одежду на левую сторону надевала. Родители приезжали, были в шоке, ну что такое, все рубашки, а у нее было, видимо, такое понятие, чтобы шов не давил на маленькое тело и разворачивало, внутри же, шов, вот, ну у нее тоже своеобразное такое было, в общем-то, хотя, конечно, у нее судьба такая своеобразная была, у нее был характер не мягкий, как сказать, в общем-то. Ну мы сейчас поднимаемся на второй этаж, это как раз территория, где находятся спальные комнаты Муртара Мархановича, комната моей мамы, комната Эрнара, поэтому здесь немножко крутая лестница, но это именно та, которая здесь была. Это вот, кстати, прекрасное изображение Катка Медео, да, это подойдет, 50-й год еще, да, это как раз таки авторская работа, Костеев подарил, вот Армурхановича, да. Здесь вот комната Эрнара, я очень любил заходить сюда и копаться в его столе, потому что у него много было всяких интересных для мальчишки, ну не сувениров, там гайки, болты, там что-то еще, что в этом роде, поэтому, ну и потом он охотником был. Книги по орнитологии как раз, да? Да, действительно, тоже продумано все было, что можно было открыть балкон, выйти на балкон, спальни, когда свежий воздух, алматинский, сюда вливается, вот здесь прекрасный портрет моей бабушки Валентины Николаевны, это написала наша колония Старча Голимбаева, она и позировала уже, ну вот видите, в этой комнате вот как раз эта фотография, где я, прошел вместе с Мухтаром Арханчем, вот, и яблоки, яблоки всю жизнь, с детства любил яблоки, и сейчас тоже. Весной 61-го года пришли работники МВД и рассказали одну вещь Мухтару Арханчу, что по их сведениям в Алмату едет какая-то очень сильная такая ОПГ, ну в общем банда, которые хотели его ограбить, ну вообще осуществить несколько там каких-то крупных ограблений, и вот думали, что лаврят Ленинской премии, богатый человек по тем временам, все, и вот они, у нас есть сведения, что вас хотят ограбить. Конечно, мы здесь выставим там, ну охрану там, все, но они посчитали, что для самообороны все-таки Мухтару Арханчу выделили именной пистолет, и он был такой огромный, я вот сейчас не могу понять, какой это был марки, он был хромированный, и Мухтар Арханчу всегда его держал здесь, вот под кроватью, с этой стороны, вот здесь под кроватью, чтобы на всякий случай. Это видишь, это узбекский халат, узбекский халат. Вот в 59-м году, когда Шараф Рашидович Рашидов, будучи представителем президентом Верховного Совета Узбекской СССР, да, он одновременно же был писателем, и он выдвинул свое произведение на участие в Гленинской премии, на конкурс. И для того, чтобы была положительная рецензия, он прислал эти книги ему Тава Марханчу. Ну, чтобы как-то у него было более благословное отношение, он прислал ему узбекский халат, и мне маленькому такому тоже прислал маленький такой узбекский халат, и у Тава Марханчу ой, какой внимательный человек, он даже моем внуке вспомнил, сел читать его произведение, потом прочитал, сказал, боже мой, какой ужас, какой пацан. В общем, он написал такую отрицательную рецензию, что она даже первый тур не прошла, и все, и он, в общем, Шараф Рашидович в безлицинском времени остался. Веранда была удобная, почему? Потому что здесь вот, когда не было бильярда, люди для того, чтобы торжественные мероприятия проводить, но это вот такие крупные, это вот только свадьбы были. У Тава Марханчу был джаворонок. Рано утром он вставал, до завтрака ходил вот как раз по двору, а вокруг как раз здания была дорожка асфальтированная, и он по ней все время ходил, наматывал круги, вот какие-то у него были в этот период, видимо, одновременно мысли, сюжеты какие-то возникали. В общем, он обдумывал какие-то планы будущие, и поэтому это довольно способствовало, вот видимо, его работоспособности, ходьба. И вот он все время ходил. А в тот день, 7 мая 56-го года, я родился в 6 утра, и в этот момент он как раз сходил, и когда ему сообщили об этом, он прямо настолько был восторжен, что он решил, вот как раз эти кусты сирени, которые ему тут же попались на глазах, я решил создать букет. Когда я купил участок Мухтар Марханович, он сам сажал деревья. Вот здесь вот на самом краю буквально этого участка были вот, ну вот розы, кстати, восстановленные, да, даже в хронике можно увидеть. А вот там, где кусты, там было огромное дерево яблонево, оно как-то вот, или оно уже тогда на участке было, потому что я был маленький, я лазил на это дерево и часто срывал яблоки. Вот, и там дальше были бульданеш, вот целые кусты, вот, и в конце двора сам Мухтар Марханович посадил два дерева орехов. И вот, конечно, сад уже выродился, уже все другие деревья, а вот именно эти два ореха, они до сих пор живут и до сих пор еще плодоносят. Однажды Мухтар Ауэзов написал, сегодня уже нет и не может быть универсальной фигуры, подобной Аристотелю, Алицене, Леонардо да Винчи. Когда он писал эти строчки, он сам и не подозревал, наверное, о том, что для нас, для его потомков, Мухтар Амарханович Ауэзов станет именно такой фигурой, именно такой личностью, сотворившей для нас в 20 веке нашу эпоху Возрождения. Как-то при встрече с Муратом Мухтаровичем Ауэзовым я попросил его рассказать о доме, в котором жил и работал его отец. На что он мне ответил, что лучше всего это сделает Эльдар Кунаев, внук Мухтарова Мархановича. Большое спасибо семье Кунаевых Ауэзов за эксклюзивный материал. Алматинские истории продолжаются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok